всем привет друзья меня зовут никита и я столько раз вам уже рассказывал про чижик про открытие новых маршрутов про оплату проезда про строительство и многое другое но в чем суть этого проекта я так и не объяснил а ведь меня смотрят люди из других городов и даже стран настало время закрыть эту тему и рассказать вам о чижике поехали у меня есть у меня есть и и и и и и и итак 18 сентября 2016 года закрылся 8 трамвайный маршрут а чуть позже и 10 с 59 и 64 с целью передачи их введения транспортной консессионной компании далее ткк небольшая справка концессия форма государственно-частного партнерства основанная на договоре о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов как правило недвижимое имущество находящихся в государственной собственности в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе собирая доход в свою пользу таким образом ткк являясь концессионером получила на 30 лет трамвайную сеть в красногвардейском районе за три года из которых она должна была восстановить как трамвайные пути так и инфраструктуру а также закупить новый подвижной состав и 27 лет осуществлять перевозку пассажиров и вот 1 сентября 2019 года был завершён последний этап реконструкции в результате которого сформировалась некая отдельная трамвайная сеть за брендовым названием чижик она включает в себя полностью обновленные 8 и 64 маршруты также немного измененный 59 и созданный вместо десятки 63 поскольку сама десятка осталась у города и ходит лишь по части своего былого маршрута также ткк построила свое собственное большое и технологичное депо на улице потапово куда и ведет обновленный 59 маршрут немного вернемся к юридическим моментам общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет 13,7 миллиарда рублей из них 1,3 миллиарда предоставил город а оставшаяся сумма была привлечена за счет размещения концессионных облигаций реконструкции сети занималась компания лср а вагоны собранные в белоруссии поставила швейцарская компания штадлер рейл в ходе реконструкции использовались элементы иностранного производства а также многие технологии были применены впервые для россии на самом деле была проделана огромная работа которая уже сейчас приносит свои плоды в первую очередь заметно поднялся уровень комфорта для пассажиров также что немаловажно сократилось и время в пути за счет применения технологии приоритета проезда перекрестков отдельно хочется отметить что чижик неплохо развивается как бренд имеются соцсети которые наполнены интересным контентом а также собственное приложение для смартфона где можно оплатить проезд ознакомиться с расписанием и маршрутами узнать актуальное время прибытия трамвая на остановку и спланировать поездку сейчас предпринимаются действия чтобы тот самый десятый маршрут принадлежащий губ гор электротранс смог дойти до железнодорожной станции ржавка при этом использовав часть трамвайной сети чижик а именно участок на ириновском проспекте и рябовском шоссе также открытым остается вопрос по гранитной улице связывающий ладожский вокзал с малой охтой на данном участке была построена трамвайная линия но в итоге ни ты какая ни гету она оказалась не нужна во многих российских городах трамвай уже давно перестал быть удобным и востребованным видом транспорта люди предпочитают ему автобусы и маршрутки которые загрязняют атмосферу но я убежден что если бы все трамваи были такие как чижик этот вид транспорта снова вернул бы свою популярность да для многих городов такая реконструкция совсем не по бюджету но ведь по опыту чижика можно же привлечь инвесторов ведь вложения в транспортную инфраструктуру путем выпуска концессионных облигаций уже доказали свою эффективность других проектах а на этом у меня все огромное спасибо за просмотр оценивайте подписывайтесь и до новых встреч пока